После первого в истории Гарри Лос-Педвея личного чемпионата мира в Тольятти мы сегодня встретились с Эмилием Сайфудиновым, который представлял Россию на этих соревнованиях, ну и по-прежнему будет представлять дальше, и с Даниилом Ивановым, чемпионом мира, довольный парень, который ходит, расслабляется, получает удовольствие от гонки, смотрел. Ну, Эмиль, самый, наверное, такой главный вопрос, который обсуждался вчера, полуфинальный заезд с Артемом Лагутой, вы уезжаете. Это была командная тактика все-таки, или это так пошло? Артем Лагута, Эмиль Сайфудинов. Ну что, первый полуфинал. Ай, Матсон, Матсон, дорогой друг, ты что делаешь? Ай, Эмиль Сайфудинов первый, выходит со старта, здесь надо шире уезжать Эмилю. И пока что, пока что Эмиль Сайфудинов первый, здесь очень близко Лингрен, Артем только третий, Эмиль Сайфудинов защищается, защищается от Шведа, идет первый. Артем только третий, Артему нужно постараться, набирай, 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 Артем. Есть еще время, есть еще два с половиной круга. Эмиль Сайфудинов лидирует, тут еще и Матсон очень близко. Так, Артему нужно что-то придумывать, нужно что-то сделать. Эмиль Сайфудинов лидирует, третий круг у нас начинается. Артем Лагута вот сейчас может получиться хороший отдых. И выходит на вторую строчку Артем Лагута. Нужно теперь защищаться. Один круг продержаться. Давайте, давайте, парни. Поравнялись. Поравнялись Эмиль Сайфудинов далеко. Артем Лагута второй. И Лингрен еще и на четвертую строчку выкатывается. Артем Лагута второй. Лингрен теперь третий. Заключительный вираж дистанции. И встречает Россия. Эмиль Сайфудинов первый, второй. Артем Лагута. Оба наших парня в финале Гран-при Тольятти. Да, это было круто. Это была прекрасная гонка. И какой старт от Сайфудинова. Мы видели, что если бы у него не получилось вот первый круг, то потом догонять было бы очень сложно. Потому что поэтому он вложился буквально с самого старта. Ну красавцы просто до мурашек, до мурашек. Какой заезд. Какой заезд. И Эмиль и Артем умницы. Просто великолепно. На самом деле, не, команды не было так. Потому что каждый из за себя. Артем боится сейчас за чемпион мира. Я боюсь за третье место. То есть, для меня был финал очень важен. Потому что финал больше очков. Мы получили. В финале была хорошая скорость. А в финале просто не хватило скорости, чтобы залезть на пьедестал. Хотелось, конечно, боюсь. Но 20 очков мы получили. Ну вообще, полные трибуны народу. Мы спрашивали уже у Дани этот вопрос. Слышите вы что-нибудь? Как поддерживать? Как сканировали Эмиль? Как вообще трибуны в Тольятти вас поддерживали? И гнали вперед? Я вчера рассказывал вам ребятам, что когда я в полфинал ехал, то прямая вторая, не стартера, а в полфинале. Видел, как будто бы люди, что-то там кричали. Но в полфинале было сильно слышно. Потому что, мне кажется, все были в восторге. И в том, что мы пошли в финал. И круто просто. Ну а вообще в финале что пошло не так? Почему не удалось попасть на подиум? Да, в финал. В финал, где оба наших спортсмена. Ну вот это то, о чем мы могли мечтать. То, на что мы могли надеяться. И это случается. Но давайте еще один шаг. Еще один шаг, чтобы все были счастливы. Финал. Я думаю, либо настройки. Ну и предполагаю, что настройки надо было поменять. А то, что как в полфинале была хорошая скорость, то есть я не стал рисковать и оставил эти настройки, которые были просто ни со старта, ни красить не было в этой скорости. Ну а вообще, это, наверное, первый раз, да? Если не ошибаешь, что тренировка проходила в пятницу, а в субботу была уже гонка. Насколько трек поменялся, изменился? Пришлось редактировать мороцикл, перенастраивать? Да, в этом году первый раз так было, что тренировка была за день, то было в гонке. Обычно у нас, как бы, с того года, когда коронавирус пришел, у нас был, как называется, коронавирус, то есть разогревший архуги. Давали два выезда в месяц, а 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 в месяц мы приехали в Наляк, то есть в большом времени они организаторы, чтобы адаптироваться с треком, и мы решили их гонить. И трек был совершенно новый, потому что, насколько я знаю, в день галактины насыпки, и чуть-чуть, как бы, это насыпка, например, больше. День гонки и больше подали, но перед лошадкой директор гонки Моррес решил сделать, чтобы заборонить наружную часть этой дракы, и тем, мне кажется, интереснее было наружную. В первой серии, конечно, не выделили, но уже совсем не годы, но начала хорошую треку, и в принципе, в Тольятти трек такой специфический, то есть линдый, и узкий, тяжело бывает, если отгонять, то вообще хорошо, а готово. Уровень подготовки треков в Тольятти и где-нибудь в Польше, может быть, сильно отличается, или вот на все этапы Газоприли специальный человек, который ездит и контролирует. Я думаю, что это отличается тем, что в Европе более оснащен вот эти какие-то глагилки, какие-то хавши вот эти, я думаю, они более правильно сделаны. Здесь еще раз к этому не дошли, может быть, какое-то есть, просто в хорошую сторону, мне кажется, это как-то медленно делается, и не те глагилки, которые должны быть. Поэтому, мне кажется, иногда с самого перерыва, если желтый, то есть он как только будет. Я думаю, что он все разравнивает. Ясно. Ну, сегодня у нас в здании, Иванов, наверное, не зря с нами сидит. Тут недавно где-то... Да, знаете, появилась фоточка, что вы совсем раннего возраста начинали в одном клубе, гоняли вместе в Нагаре, у нас две, и все. Ну, может, для непросвещенных болельщиков, Эмиль Сариквилинов пробовал себя на льду? Еще нет, я сюда не только поспорил, что обгоню его. На льду. На льду. Причем никак не сядет даже, попробуешь. Времени еще нет, ну, что ж, не могу никак это сообразить. Нет, может, не льду. Или просто отдать споры. Нет, ну, вообще как-то попробовать, хотя бы даже ни разу на ледовый моцикл садился. Ни разу. Сейчас, потому что как-то зимой подготовка к клубе летнего сезона постоянно, но не было вопросов, потому что у меня брат ездил, как-то, и, как-то, чемпионат мира, поэтому четвертушку, педляйтесь. Он даже, по-моему, куда-то пробирался. То есть, он пробовал, даже, кстати, твой папа, да, был уже обучен в льду. Первым ездил. Не знаю, ну, хочется попробовать, но, скорее, может быть, что это будет в какой-нибудь проект найти, получше сделать, да. Вопрос теперь уже обоим, наверное. Эмильцев и Дина следит зимой за Даниилом Ивановым? Благодаря тебе. Потому что, ну, всегда, это, что, тебе, ну, раз, когда тебя попадается больше, даже раньше, получается, когда завтра встает, и у вас как-то начинается, мы уезжаем на ютубе, двое-дое-дое-дое-дое. Следит. А Дина семейный столов. А Даниил Ивановым? А Дина следит. Все дольки и лиговли, и гран-при, всегда служит. После гона всегда на связи, общаемся, рассказываем. И, в общем, он мне всегда про настройки мои летние, а я его не хочу. А бывает такое, что, что, что-то так проехал, там, сообщение какое-нибудь. Нет, ну, как-то так. Я думаю, больше со стороны видим, просто я там, как-то, свое, как-то, точку зрения найду, и говорю, можно, хотя и там, хотя и не ездить. Просто так, как-то сравнение есть какое-то, а он просто видит, что, может, перед путем вот так и так, видно, потому что нету скорости, или вчера то же самое, какие-то такие как-то советы. Ну, вообще, здесь такая пошла тенденция именно в Тольятти, что здесь есть икаревый спидвей летний и ледовый спидвей. И заставляет спортсменов, да, выбирать, чем вы хотите заниматься. Вот вы уже, как бы, каждый добился, да, что Данил Иванов чемпион мира, что Эмиль Сафидина чемпион мира. Как вы скажете, можно одновременно заниматься двумя видами и летним, и зимним спидвеем и совмещать это как-то на профессиональном уровне, или это никак не получится и правильно делать, то разграничено. Я думаю, да, не скажешь, что, в общем-то, да, это совмещение. Ну, я скажу, что оно мне не мешало, вот, в то время, когда я занимался и летним, и зимним, вернее, и гаревым спидвеем и ледовым спидвей, они мне, эти два вида не мешали друг другу. Наоборот, ты всегда был на мотоциклах, был в контакте, все те же четыре круга, даже стартовая машинка. Ну, просто у тебя не хватало отбивка такого перерыва на все первые годы сезона, не только может быть, как это сказывается, что тяжело, потому что все равно спадание. А вот как у нас, я думаю, все равно до 21 года, я считаю, что можно и тем, и тем заниматься. Просто когда у тебя в каком-то и спорте лучше получаться начинает, да, тогда можно задуматься уже или остаться на лед, там полностью их порт делать. или же Городзина, или Городзина. Я думаю, она не мешает. Многие рядовые, да, фотогонщики, они также летом занимаются мотокроссом, в принципе, участвуют в чемпионах России. Ну, не мирового уровня, да, соревнования, но все равно, как бы, поддерживают, чисто поддержать форму. Поэтому заниматься, мне кажется, если тебе это нравится, ты остыка получаешь, а то что нет. Это и по сервису тренировка, это все равно подготовка к своему сезону, тот же мотокросс, основная, я считаю, подготовка. Ну, а так вообще, для непосвященных людей сильно большая разница физической подготовки, какие группы мышц работают на ледовом мотоцикле, какие на Гарьевом. То есть, можно... тоже Даня скажет, что он ждет, или в долгие ездил. Еще. Ну, спор, а если не секрет, спор на что был? Или просто так? А я сейчас крыльку. Нет, мышцы, они... Нет, конечно, отличаются, но основная группа все равно одна и та же, это не мотокросс, как бы, все четыре круга на льду, четыре круга на Гарьевом. На Гарьевом бывают тяжелые дорожки, которые надо прямо поработать. Иногда бывает, когда мед разбитый, то надо, то есть, также руки, спина, ноги, ну, я там любую... Я, конечно, каждый, как бы, здоровье подозрежу, поэтому Мотокросс, он для этого, как бы, и создан, мне кажется, чтобы под каждой, я думаю, дисциплиной, мотокросс, подпьет. Даже, 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 в принципе, и Кими Райками и Гейзинг, как бы, она не такая, что это просто проуниверсиально, что для всех, кто-то в спорте, потому что ты сидишь, что разбивается, я скажу, что ты привычный процесс, я согласен, вот сидишь с людьми, и никто не понимает, и никто не понимает, и никто не понимает. Ну, кстати, я говорю, на спиде я тоже зимой езжу, не приходится, раз, перед сезоном будет, конечно, это там, любитель с людьми. И я бы, тренировался, французский. Насколько, насколько, Гарри, у вас, педвей, в Польше, популярный? Гарри, что он гораздо популярнее, чем футбол. Правда это или нет? Ну, на данный момент, я думаю, да, популярнее, у футбол, потому что, очень много сейчас, показывают в телевизоре, и, и, много, про него говорят, даже, я думаю, все знают, что это просто, ты в Польше не так, как у нас в России. А вообще в Польше у тебя, как сказать, говорят, что поляки не очень, можно относиться к русским, но ты же выступаешь за польский клуб, и у тебя также берут автографы. Какое отношение болельщиков к тебе, как гонщиков? Я думаю, люди, которые связаны с политикой, я думаю, адекватные, они, они, как раньше отсловяне были, и все окружно, тоже от той политики, конечно, политикой увлекается, они там, свое мнение у них. Вадим Тарасенко получил тиковую карту на этом чемпионате мира, и мы видели, что, ну, не хватает имя, или по технике, или по уровню, или переломовался парень. Вот что, чего не хватает, чтобы быть на уровне чемпионата мира российским гонщиком, который выступает только в российской лиге? Я думаю, я не нашел такой, простой, простой, он выступает не в первой лиге, а в первой лиге. Я думаю, что просто не хватает, вот это, вот такие вот, то есть ему нужно, как полноценно, ездить в Европу, и в такие соревнования, вы же, набирать этот плод, набирать этот плод, чтобы привыкать к концу, соответственно, уже тоже есть и настройка, и технику, но это все и тоже деньги, знаешь, если, если, то есть технику, хорошее надо инвестировать, так же, мотору, чтобы пробовать, чтобы на тот, в будущем не подойдет. Ну, ты уже, наверное, много говорил про моторы в этом сезоне, про тюнеров, про тюнеров, опять одно, и пятое, и десятое, и все же. Я уже как бы смирился с этим, как есть, так и есть. Я просто буду просто постараться побороться за третье место, это только мой прейрити отсос, и не париться, что ты скажешь, что это было зло вчера, матерюсь больше, но есть. С таким мотором, который, как у тебя сейчас, есть шансы как-то бороться на уровне, там, за счет, я не знаю, хорошего старта, может быть, хорошая защита на виражах, или все равно, когда вокруг топ-гонщики, и когда тебе надо защищаться, нет одного конкретного спортсмена, допустим, у тебя со всех сторон пытаются по разным траекториям проехать, то есть шансов с таким мотором достойно выступить? Конечно, минимальные шансы всегда, но стараюсь, бороться, два пора. Сейчас как раз будет следующий этап, будет сделан такой маленький трек, очень фактический, так что это будет, как бы тоже такое, на высшем будет старт, и, соответственно, стройки, я думаю, будет все хорошо. То есть мы увидим борьбу до победного. Я, да, да. А вообще, может быть, кого ты можешь из российских гонщиков, обмечить, может быть из российских гидрюторов, ты вообще следишь как-то, какие ты можешь парни, которые подают надежды. Я думаю, Женя Сайбурин, сейчас он начал, в общем, в виде людей, в армаду, в этом году. Я думаю, что я видел, он хорошо вообще приехал. Я думаю, что у него есть пришлепил, просто нужно обидеть, но, опять же, а ч а а а а а а а В России не появляется и не достигает полоски, и нет возможности смотреть. Я думаю, что субтитры у тебя нужно заниматься. То есть нужно заниматься и здесь, и чтобы они ехали в Европу. Но все равно фаза по нагрузке. Если хотите заниматься спецплеем... После нагрузка, вы ищет научиться. Некоторые критически относятся к тому, что они выгнают несколько лет. Я не переживаю, что они будут правы. На самом деле, нужно держать. Если выручился, что если хорошо выручный отрос ездит, то это может передаться субтитрить. Ну и, наверное, напоследок, по несколько слов. Хочу отдельно показать слова благодарности всем болельщикам, которые вчера кричали, поддерживали. И, правда, было вас слышно. Прошу прощения, что не всеми удалось встретиться, сфоткаться. Слышал вас. Но в связи с этим коронавирусом мне просто тоже особо нельзя рисковать. Завтра возвращаюсь тоже в Польшу, где те же остальные же тесты нужно делать. И хочется просто быть как бы позитивным, потому что у меня еще гонки. И еще раз спасибо. И надеюсь, что мы будем видеться в других соревнованиях. И еще раз спасибо за поддержку. Спасибо. Спасибо. Спасибо.